4 апреля проводился конкурс профмастерства на Кумерталском авиационном предприятии. И уже не в первый раз. Это один из способов поднять престиж рабочих профессий и поддержать молодые кадры. Для проведения конкурса традиционно выбраны наиболее востребованные рабочие профессии – токари и фрезеровщики. Это те специальности, без которых не обходятся промышленные предприятия. В этом году у нас десятый конкурс профессионального мастерства. «Лучший рабочий ОАО «Кумап» по профессиям токарь и фрезеровщик – это юбилейный для нас конкурс. Также присутствуют здесь победители прошлогоднего конкурса, занявшие первые и вторые места. В принципе, конкурс этот полезный. И не только для того, чтобы рабочие делились своим опытом, но и чтобы руководители знали свои кадры, знали, на что они способны. Победители этих конкурсов участвуют у нас в республиканских и всероссийских конкурсах по профессиям, по данным. Ну и, конечно же, призы. Призы всегда хорошие. Это премия. Победитель первое место получает 10 тысяч, второе – 8 тысяч, и третье место – это 5 тысяч. Плюс повышение разряда, неочередное. В этом году в конкурсе профмастерства принимает участие более 15 человек. Вместе с работниками завода в конкурсе участвуют и молодые ребята, делающие первые шаги на пути профессионального мастерства. Это студенты Кумирталского авиационного колледжа. По двум критериям проходит оценка. Это теоретические знания и практические. Практические навыки, как мы убедились, больше всего мы уделяем в основном только качеству выполняемой продукции. Потому что завод, в общем-то, будем говорить, делает летательные аппараты, где качество имеет самое главное значение. Поэтому разработана схема. За каждую величину отклонения, за грубое отклонение снимается конкурсант, а за все остальные снимаются баллы. Конкурс «Лучший молодой рабочиком ЭПП» проводится в два тура. Первый тур – теоретический. Участникам конкурса предстояло ответить на ряд вопросов по теории резания металла, материаловедению, техникой безопасности и так далее. В конкурсе все расписано по минутам. Получение инструмента, проверка станка, пробы оборудования, получение чертежа и собственное выполнение работы. Задание усложняется тем, что каждый работает не за родным станком. Оборудование определяется по жеребию. За определенное время конкурсанты кусок металла превращают в законченную деталь. При выполнении задания учитывается качество, частота обработки детали, время исполнения. Александр Наумов, Денис Тихонов. Новости.